Итак, дорогие друзья, мы продолжаем изучение книги Рамбама из книги «Знания. Закон о чертах характера». Сегодня пятая глава. В четвертой главе мы говорили о законах, которые позволяют сохранить здоровье. Теперь мы продолжаем. Итак, первый пункт пятой главы. Как узнают знаток Который по мудрости и чертам характера, отличающим его от остальных людей? Так же должен он быть узнаваем и в повседневных делах. Очень важный момент, да? То есть не только по мудрости, а в каких делах? В повседневных делах. Еде, питье, интимной жизни, отправлении надобностей, разговоре, походке, манере. Манере одеваться, ведение хозяйства, торговли. Все его поступки приятны и упорядочены в высшей степени. Я слышал такое, что как рэб говорит, да? Что надо, чтобы человек вел себя как хасид. Это что значит? Что если, чтобы он спал как хасид, чтобы он кушал как хасид, да? Чтобы он ходил как хасид. То есть все манеры, все манеры говорят о его мудрости, его связи с Богом. Таким образом, знатоку Тора не должно быть, не должно быть обжорой, есть не следует пищу, есть же следует пищу, полезную для здоровья и в меру. Да, то есть если мы раньше говорили, что вообще какие виды пищи полезны для человека, мы говорим сейчас, что знаток Торы, он должен тоже придерживаться здорового образа жизни. Не год же набивать брюхо, подобно тем, кто набивает себя едой и питьем, пока не раздуется живот. И о ком говорит Писание. Кстати, в книге Тания сказано об этом питье и еде, что вообще человек должен каждый раз во время приема пищи понимать, думать, что он кушает для того, чтобы у него были еды. Силы, чтобы служить Богу. А мы же говорили об этом, да? Ну нет, это известно уже. Да, что это не просто так, он кушает, потому что ему вкусно, потому что ему хочется, ему приятно. И даже может быть не то, что может быть он думает, что это полезно для здоровья, он это кушает. Но да, полезно для здоровья, но для того, чтобы здоровье было у него, явились силы для того, чтобы молиться, для того, чтобы помогать людям, для того, чтобы учить Тору. Выполнять митцву. Выполнять митцво. Так, ну, продолжаем. Пункт третий. И такие люди говорят, ешь и пей, потому что завтра умрем. В Яшиягу сказано, 22.13. Подобная трапеза называется трапезой злодеев. Их пиры осуждает Писание, когда говорит, ведь все столы залиты блевотиной дерьмом. Извините за выражение. Нет свободного места. В прямом смысле, я не изучаю, это было. И ведь они к этому относились очень спокойно. Ишиягу. 28. Это, знаешь, было, где-то я слышал такое, что где-то в древние времена пиры были такие, что люди так объедались, что у них были такие бревна, на которых они должны были валяться, чтобы, видно, поражнить желудок, и чтобы продолжать готов уже дальше. Ну, вот, типа, наверное, вот так, знаешь, помочь тебе. Так, еще как-то, да. Ну, вот. Знаток же Торы ест не более одного-двух блюд и съедает ровно столько, сколько необходимо ему для поддержания жизни. Об этом говорит Шлома, праведник ест для насыщения. Я перебью, потому что как раз в начале 13 века он высказывает принципы, которые сейчас полностью приняты медициной, наукой, да, и которые сейчас пропагандируются, так сказать, стараются... Абсолютно. Да, так сказать. Нет лучше диеты. Кстати говоря, вот в прошлой главе, в четвертой главе мы повторим, было сказано, что переедание очень вредно. И даже если человек ест хорошую пищу, здоровую, полезную пищу, и он объедается этой пищей, то для организма это хуже, даже если он съест, даже хуже для организма, чем съест он небольшое количество вредной или запрещенной какой-то нехорошей пищи, ему будет меньше вреда, чем от большого количества переедания такой пищи. Другой, мне кажется, аспект, потому что это приносит чисто духовное время. Да. Да, сейчас. Окей.